Здравствуйте! На 100 ТВ вечерний телеканал Мост Свободы, в студии Владимир Уваров и Вера Чернова. В одной из наших передач мы уже обращались к теме, которая затрагивает сразу два крайне актуальных вопроса. Общественной морали и теневой экономики. И сегодня мы вновь рассуждаем о плюсах и минусах возможной легализации проституции. Разговор не надуманный. Этот бизнес в России до сих пор находится в тени. А некоторые европейские страны уже легализовали рынок сексуальных услуг. Узаконена проституция в Германии, во Франции, Италии, Австрии, Швеции, Греции, Чехии. Что же удерживает Россию от подобного шага? Советское прошлое с его фундаментальным ханженством? Или остаточное бытовое христианское мировоззрение, определяющее это занятие как греховное? И почему, тем не менее, вопрос о легализации проституции так волнует общественность? Напомню, что летний опрос Моста Свобода на эту тему выявил мнение большинства петербуржцев, которые считают, что проституцию пора легализовать. Сегодня мы спрашиваем вас, считаете ли вы, что проституция просто одна из профессий? Если да, тогда набирайте номер 680-0201. Если уравнять проституцию с другими профессиями вы не можете, тогда звоните на номер 680-0202. Если вы хотите высказать свое мнение, возразить или поддержать наших гостей, звоните в прямой эфир, телефон прежний 33-22-100. И сегодня у нас в гостях представитель фонда гуманитарное действие Ирина Маслова и знаменитый доктор Игорь Князькин, автор фундаментального исследования по истории петербуржской проституции. И в студии радио Балтика протеерей Александр Сорокин. Здравствуйте, давайте сразу определимся с понятием проституции. Игорь Владимирович. Что же такое проституция? Дайте определение краткое. Ну, во-первых, спасибо, что вы начали именно с этого. Обычно все, когда рассуждают на эту тему, никто никогда не вдаётся в вопрос, а что же это такое. Итак, проституция. Определение проституции я дал в своей книжке о таком большом труде. Кстати, один из немногих трудов в мире по изучению этого необыкновенно интересного, очень порой страшного социального явления. Так вот, что такое проституция? Это, так можно любую проститутку, вот вас, например, или вас, и кого угодно, любую зрительницу назвать проституткой, если она просто, может быть, что-то ищет себя в жизни, семью создаёт. А проститутка, она отличается от обычной женщины тем, что она за определённую, заранее установленную сумму готова оказать любые интимные услуги каждому встречному поперечному. Ну, как в магазине мы покупаем картофель. Есть сумма, тариф, подошёл, у кого есть деньги, купил. Нет денег, иди, пожалуйста, дорогой. То есть мы сейчас не говорим о взаимной любви или взаимной приязнии? Мы не говорим о какой-либо девушке, которая может быть... Ирина, а вы согласны с этим определением? Нет, не согласны. Почему? Только та проституция, только та, когда она любому встречному поперечному готова только за определённую сумму. Если она начинает выбирать себе партнёра, пусть за деньги, это уже поиск жизненного пути. Это не проституция. Методом тыка. Итак, Ирина, как вы считаете? По-вашему проституция что? По-моему, проституция это секс-работа. Давайте не проституция, давайте определимся с понятиями. Ну вот, как раз мы это делаем, да. Проще и легче для меня говорить о том, что это секс-работа. Нет, подождите, Ирина, у вас другое мнение совершенно отличное от мнения, Игорь Владимирович. Что, по-вашему, есть проституция? По-моему, проституция... Проституцию можно отнести практически к женщинам с точки зрения мужчины, когда она без любви занимается сексом. Да больше, по-моему, женщин без любви занимается сексом. Вот только не надо. Мне пациенты рассказывают регулярно, что больше года прожил с женой в браке, всё, любовь исчезает куда-то, пропадает, значит, растворяется. Но это не называется проституция. Поверьте, они сексом продолжают заниматься, но у них есть штамп в паспорте, и это не проституция. Штамп в паспорте спасает... Хорошо, уважаемые гости, тогда давайте ответим на вопрос нашего голосования. Вы считаете это профессией или нет? Вот, Ирин, вы считаете, что это профессия? Игорь Владимирович. Знаете, я вот сколько занимаюсь этой проблемой, столько и переживаю. Конечно, с одной стороны, громадное вовлечение гигантского количества женщин в современном мире, и в прошлом тоже. Вот почитайте мою книжку, там об этом идёт речь. Во все времена. Говорит о том, что вот такое гигантское вовлечение, что это целая профессия. Это действительно... Это профессия. Это часть... Ну а в наше время можно это назвать профессией? Но, вы знаете, всё-таки не совсем профессия. Вот я в прошлый раз говорил, повторю ещё раз, кто может быть не слышал. Дело в том, что проституция основана на трёх китах. Это моё глубокое убеждение. А недавно я понял, что есть четвёртый кит. Так вот, про три кита. Первый кит – это алчность. Алчность этих женщин. Вот что поддерживает проституцию. Многие из них, разговаривая, беседуя со мной, говорили, что вот накопила себе на квартиру в 90-е годы, могла бы закончить, но что-то никак не... И ещё, и ещё, и ещё. Алчность. Второе – это невежество. Глубоко невежественны многие девочки, когда они вовлекаются в этот процесс. Процесс инициации, начало, вовлечения, очень важен процесс вовлечения женщину в эту профессию. Вот. И третье – это похоть. Ну, похоть, естественно, понятна. Тех, кто заказывает... Это последовательность именно в такой, или здесь они не могут меняться местами? Нет, значит, это три кита. Я думаю, что последовательность здесь не важна. А недавно я понял, что, оказывается, есть ещё один. Очень важный кит. Откройте тайну. Он появился совсем недавно ещё. Вы интригуетесь. Это особенность нашего времени. Да. Из-за которого эта проституция распространяется гигантскими темпами, вовлекая большое количество женщин. И этот кит... Это лень! Не хочется работать. Абсолютно с вами согласна. Работать не хочется. Абсолютно, да. Это самое простое дело. Итак, ну, если мы называем, что это профессия, значит, её нужно легализовывать, да? А если легализовывать, значит, нужно прескурант определять, так? А как же мы будем оценивать все эти услуги? Давайте так. Я расскажу... Я выслушала господина Князькина. Теперь можно я скажу свою позицию? Можно? С моей точки зрения, если мы говорим о секс-работе или о проституции, как бы вы сейчас это ни называли, да? Мы должны рассматривать, что эта женщина является частью этого общества. Согласны со мной? Они не живут вот где-то там, да? Это может быть ваша соседка, ваша знакомая, ваша приятельница. Знаете вы об этом или нет? Частью нашего общества является и сумасшедшая, которых лечат. Да, хорошо. Подождите, мы не ставим им диагноз для начала, да? Мы признаем, что это часть нашего общества. Согласны со мной? Согласна. Второй момент. Как... Что-то я какой-то подвох здесь чувствую в этом размышлении. Может быть, вы все-таки оправдали. Я внимательно слушаю. Спасибо. Хочется выслушать. Второе... Второй момент. Если мы говорим о том, что это часть нашего общества, то это такие же граждане этого общества и имеют право на такое же отношение и государство, и общество к себе, как к равным гражданам. Нет, нет. Согласны? Они приносят бред. Бред обществу приносят, распространяя инфекции. Я как врач, главный врач Центра простатологии, который 15 лет уже занимается проблемами секс-инфекции, хочу констатировать и сказать совершенно профессионально, что миф, мечта о здоровой проститутке, это миф, даже несмотря на использование презервативов и распространение антибиотиков. Спасибо за эту статистику. Вред? Давайте дадим договорить Ирине. Вы великолепный собеседник, но можно я закончу свою мысль. Ну я прекрасно вас дополнил. Нет. Внес очень важный, я считаю, ваш интересный вопрос. Ирина, мы вас слушаем. И надо говорить о том, что как женщины, как часть этого общества, как граждане этой страны, эти женщины имеют право на защиту. И в том числе от того, что вы говорите. Но так как они являются только частью общества, да, мы рассматриваем, почему-то хотите рассмотреть только одну сторону медали, показав вот эту сторону книжки. Вот какие они плохие, да, не захотев посмотреть вот эту часть, да, а те мужчины, которые пользуются этими услугами. Почему мы не говорим вот об этой стороне медали? То есть есть спрос, есть предложение. В мире продаются две вещи, товары и услуги. Вот женщина оказывает сексуальные услуги. Это не хорошо, это не плохо. Это всегда было, есть и будет. Мы должны сейчас говорить о том, что, к сожалению, в нашем мире те же самые и инфекции, передаваемые половым путем, да, и именно эти женщины подвержены большему риску ВИЧ-инфицирования так же, как одной из инфекций. Хорошо, мы продолжим о заболеваниях и об этой проблеме, обязательно продолжим, но чуть-чуть попозже. Предлагаю посмотреть справку нашей коллеги Светланы Малининой об истории проституции. В Петербурге официальные дома терпимости появились в 1843 году. Именно в это время начал свою работу врачебно-полицейский комитет. Первые его поднадзорные – 400 девиц с желтым билетом, билетные, работают в борделях. К ним присоединяются и так называемые бланковые проститутки. Они работают самостоятельно, их доход составляет от 15 до 300 рублей в месяц. Высший аристократический слой петербургских дам полусвета – содержанки. Камелии по ассоциации с вышедшим в свет в 1848 году Романом Дюма сына «Дама с камелиями». Они не состоят на учёте. После легализации проституции количество борделей резко возрастает. В 1852 году их 152, а спустя 27 лет – 206 борделей и 1528 зарегистрированных проституток. К 1889 году в городе остаётся 82 бордели. 4 дорогих – 3-5 рублей за сеанс, от 5 до 15 за ночь и 25 рублей за обслуживание клиентов вне борделя. 27 – средней руки от 1 до 2 рублей за сеанс и 51 – от 30 копеек. В конце 19 века в проститутки шли по принуждению 1%, по причине лени – 40%. 19% решили продать себя, считая это занятие более лёгким, чем любой другой труд. И ещё 20% такая жизнь нравилась, и только 10% занимались проституцией по причине острой нужды. Советская власть запретила бордели, но проституция не пропала, а ушла в глубокое подполье. В 1936 году в Ленинграде было около 500 притонов, сеанс в которых стоил в среднем 5 рублей. Сегодня в проституцию в нашем городе вовлечены более 20 тысяч женщин. Их рабочий день начинается около 8 часов, а стоимость услуг калибрится от 200 рублей до 30 тысяч. Власти пока не готовы предложить прогрессивные методы решения этой проблемы. В Европе уже опробовано несколько моделей. В 1999 году в Швеции был принят закон, вводящий уголовную ответственность для клиента, вплоть до заключения сроком на 6 месяцев. В России не готовы к внедрению шведской модели, но активно обсуждают германские и нидерландские варианты, где проституция легализована и государство имеет с неё доход в виде налоговых поступлений. Это «Мост Свободы», и сегодня, уважаемые телезрители, мы спрашиваем у вас, считаете ли вы, что проституция просто одна из профессий? Звоните, пожалуйста, телефон у вас на экране, голосуйте. Также прошу звонить к нам в студию 33-22-100, мы ждём вашего звонка. Я, кстати... Кстати, у нас есть звонок в студии. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Давайте я без представлений. Давайте. Женщина продаёт себя за деньги. Нет, подождите, всё-таки неплохо было бы представиться. Вы же знаете, как нас зовут? Нет, не хочет. Слетел, слетел. Да. Игорь Владимирович, я, кстати, вспомнил по поводу вашего четвёртого кита, замечательное ёрническое двустишее есть такое. Женщина, перестань на заводе околачиваться, проституция и приятнее, и лучше оплачивается. Конечно. Сейчас, я бы, может быть, понял, если бы сейчас была война, и у нас не было рабочих мест. Но сейчас рабочих мест, друзья, очень много. И можно даже без образования особенно найти хорошую, приличную работу. Только там трудиться надо, друзья мои. Отвечать за что-то. За продукт, который ты выдаёшь. За ту работу. Нести ответственность. Кстати, должен сказать, что в отношении ваших подопечных, они тоже должны нести ответственность за то, что... Они нестут ответственность за то, что они не разрушают семьи. Ирина, вот скажите, пожалуйста... За то, что мужчина получает то, что он не может получить дома, ещё где-то... Вы заговорили о клиентах, да, вот только что, поровну взвалив часть вины. А мы не заговорим о вине? Нет, а мы заговорим о вине. Ну, вы сказали про медаль, она медаль на двух сторонах. И мы хотим спросить, вот неужели так, на самом деле, да, оба виноваты? И проститутка виновата, и виноват человек, который... Хорошо, замените слово вина. Чем вы можете заменить слово вина? Слово вина я могу заменить услугами. Это нет вины, да? Мы сейчас говорим о клиентах. Это выбор человека. Вы показали медаль, сказали, вот с другой стороны мужчина, он тоже несёт... Ответственность. Ответственность. За что? За качество сексуальных услуг, которые вы предоставляете? За безопасность свою, да, и за безопасность... Мы сейчас говорим о... А пассажир, севший в маршрутку, тоже виноват в том же маршрутке перевернулась или нет? Получается, по логике, так. Он заплатил деньги, согласившись на то, что он поехал. И он обязан за эти деньги получить высококачественную услугу. Кстати, обвинение мужчин, это не первый век. Почему? Я не обвиняю мужчин. Обвинение мужчин, это абсолютно неправильно. Это абсолютно неверно. Если рассматривать две стороны... Почему неверно, Владимир? Это абсолютно неверно. Я как врач-уролог и сексолог докладываю всем, кто нас слушает в том числе, что неправильно в данной ситуации ставить одинаковые весы. Женщину, которая продаёт свои услуги, и мужчину. Который их покупает. Секундочку. Который их покупает. Это потребность, физиологическая потребность. Извините, наше общество в данной ситуации, я позволю защитить себе, например, гастробайтеров, приглашает сюда в нашу страну десятки, сотни тысяч мужчин, половозрелых, активного возраста, без семей. Мы их обеспечиваем жильём, худо-бедно начали, питанием. А об этом никто не подумал. А ведь это тоже физиологическая потребность. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я уже десятый год этим занимаюсь. Говорите, пожалуйста, погромче. Говорю, меня зовут Татьяна. Да, здравствуйте. Я занимаюсь этим десятый год. Десятый год? А сколько вам лет, Татьяна? Мне, сколько мне лет, не важно. Но я до сих пор выгляжу на 20. У меня хорошо молодость, и я протянут от тела. В этой профессии очень много плюсов. Почему к нам относятся так негативно? Многие женщины не понимают просто, что мужчинам нужно не столько столько, сколько немножко понимания. Им хочется просто поговорить иногда. Они пользуются большие деньги. Татьяна, вопрос на ваш взгляд. Вы просто рассказали о своей нелёгкой судьбе? Нет, я не жалуюсь. Я считаю, что я живу нормально. Я считаю, что мне даже повезло. Игорь Владимирович, можете как-нибудь... Можно я прокомментирую? Нет, спасибо большое за звонок. Можно я прокомментирую? Вот вы сейчас услышали нормальную женщину, да? Не важно, чем она занимается, да? Как важно? Сегодня мы как раз... Хорошо, сегодня это важно. Так вот, она, как любой человек в этом государстве, имеет право на то, чтобы к ней относились не как к грязи, а как к полноценному члену этого общества. Я согласна, но она не имеет права заражать других людей генерическими заболеваниями. Да мне в клинику... Она не заражает этих мужчин. Мне в клинику санитарку не найти на работу, полы мыть некому, а она лищит лёгкий труд себе. Это не лёгкий труд. Мне санитарку не найти, мне медсестру не найти. Все умотали туда, в эту работу вашу. Да никто не умотал. Все, вы не можете... Так, у нас... Я считаю, что идеализировать проституток нельзя. Мы не говорим... Давайте попытаемся сейчас разобраться ещё более детальнее в этой проблеме, Ирина. У нас на связи радио Балтика. Гениально. Коллеги, мы присоединяемся к вашему обсуждению. Мы также обсуждаем проблему проституции как явление в нашем обществе вместе с протеереем Александром Сорокиным. Он также председатель издательского отдела Санкт-Петербургской епархии. Отец Александр, вот является ли церковь духовным фильтром для защиты людей? В каком-то смысле да, но я бы вместо слова фильтр употребил какой-то другой термин, потому что фильтр подразумевает некую обязательность для всего общества, если мы говорим об обществе, чтобы через этот фильтр проходили все вне зависимости от своего желания. Тогда как церковь – это такая возможность покаяния или исправления начала какого-то нового чистого пути, но возможность исключительно добровольная. И когда церковь имеет возможность об этом способе покаяния заявить, то это прекрасно, и в этом смысле церковь можно назвать фильтром, но подчёркиваю, только добровольно. Тогда, если участие церкви уже признано, то как церковь может помочь тем людям, которые встали, скажем так, не на правильный путь? – Церковь может помочь как проповедь о подлинной чистоте человеческой, которой человек призван. Дело в том, что покончить с каким-либо пагубным занятием, будь то проституция, скажем, или алкоголизм, или какие-то другие такие низменные вещи, которые приносят якобы человеку удовольствие, счастье и радость. – Мы сейчас обсуждаем, а приведите, может быть, конкретный пример, как может церковь, скажем так, помочь? – Ну, вы знаете, насчёт примеров, я, может быть, приведу пример не из своей пастырской практики, даже не из нашей действительности, нам хорошо знакомой, а из очень древней истории церкви. Но этот пример, он является очень ярким и хрестоматийным, настолько, что его из года в год считают как житие в Великом посту, представьте себе. – Только тезисно. – Да, тезисно, конечно. Была такая Мария Египетская где-то полторы тысячи лет назад. И она, будучи блудницей, проституткой, она принесла покаяние. Почему? Потому что она узнала, что есть счастье и радость гораздо более красивое и важное, чем то, чем она занималась. Кстати, не ради денег, а ради идеи. – Мы продолжим наше обсуждение. Сейчас мы прощаемся с нашими радиослушателями и передаём слово нашим коллегам. Дали обзор прессы. Коллеги. – Да, Томас, спасибо большое. – Да простите меня, наша церковь, но я хочу сказать, батюшка, не обижайтесь, пожалуйста. Вот, я неверующий, мне можно. Так вот, нынешняя церковь научилась только купола залатить за государственные деньги, а работать по-настоящему с людьми, в том числе и с преступниками, не работает. Надо батюшка ряшута подобрать и бегом бежать к народу, в народ, как это было в 19 веке. Тогда как раз и государство, и церковь активно занялись вовлечением женщин вот в такую праведную жизнь. Сейчас этого нет. – Игорь Владимирович, вот существует такой миф в нашем обществе, что проститутка чаще всего становится хорошей женой или хорошей матерью, и что достаточно высокий процент таких женщин. – Да, вы можете подтвердить или развеять? – Мне жалко этих женщин. Глубоко жалко, если кто-то слушает нас из них. Я общался, может быть, больше, чем вы с ними. Мы когда-то проводили исследование, несколько тысяч престуток было обследовано. – А где вы проводили исследование? – В Петербурге здесь. Так вот, оказывается, многие из них, почти все, они глубоко убеждены, что они всегда могут бросить эту профессию. Это большая ошибка. Дорогие девочки, вы никогда ее не бросите. Чуть что в вашей жизни случится что-нибудь сложное, вы тут же побежите опять в этот бордель зарабатывать деньги, потому что там легко, потому что вы знаете, как это делается. Вот я говорил сегодня об инициации, о вовлечении. Очень важно обратить внимание на места, где вовлекают женщин в эту работу девочки. – А где вовлекают? – Когда-то в 19 веке вовлекали на вокзалах. Вот она приезжала из деревни с документами, тут же ее под белорученьки. А сегодня вовлечение происходит, знаете где, как-то не странно. А вот когда она приходит, не поступает в ВУЗ на бесплатный факультет, а ей говорят, вывали, пожалуйста, несколько тысяч долларов. Тут я защищать буду как раз этих девчонок. Где взять девчонки, приехавшие в Петербург или в Москву, столько денег на учебу? Главная ошибка государства. Государство само бросает женщин, этих девушек в это занятие. Образование должно быть бесплатным. Игорь Владимирович, вот как раз Ирина отстаивает права вот этих женщин. – Да я же не против. – И не с пустыми руками пришли. Так я понимаю, да? У вас была акция. Расскажите, что за акция. – Почти год назад. – Можете показать им время. – Да, могу показать, могу рассказать. – Почти год назад, 17 декабря, сейчас во всем мире признана, как бы мы установлено сетями секс-работницы и организациями, кто работает с женщинами с этими. 17 декабря – это день защиты секс-работниц от жестокости и насилия. – Судя по цвету, это… – Это красный зонт. – С красными фонарями что-то такое, да? – Нет, это красный зонт по аналогии с красной ленточкой. – Да. – Если все знают, что красная ленточка – это символ борьбы с ВИЧ-инфекцией, то красный зонт… – А вы смотритесь? – Конечно. – И так. – И? – То красный зонт, он и является символом защиты именно секс-работников всего мира. – Защиты от чего? – От жестокости и насилия. – А как же от жестокости и насилия, когда они сами предлагают… – От той стигмы, которая… – Не понимаю я. – Был бы такой зонт, чтобы от грязи всей защитить наших детей. – Да, и девочек, и женщин этих тоже защитить и от грязи, и от жестокости, и от насилия, которое над ними учиняют, да? – Подождите, а вы считаете, что действительно, если бы проституция была легализована, то правонарушений бы вот в этой сфере стало бы меньше? – Вы хотите знать мою точку зрения по поводу легализации в нашей стране? – Вопрос, Ирина, если была бы проституция легализована, правонарушений в этой сфере стало бы меньше, больше, как по-вашему? – Что, с вашей точки зрения, как вы расшифровываете для себя, да, для телезрителей, для меня, для гостя вашего, как вы расшифруете слово легализация? – Так, как вы ее расшифровываете, потому что мы хотим получить от вас ответ. – И задали уже дважды вам вопросы. – С моей точки зрения, легализация – это разрешено законом, без запятой и без много-много букв «но». – Да. – Без вот этой буквы «но», «но» нельзя вот это, нельзя вот это, надо вот это, обязано вот это. Разрешено. – Сейчас наше общество не готово. – Было бы больше или меньше правонарушений в этой сфере, Ирина. – Хотелось бы, чтобы их было меньше правонарушений. – Граф Перовский, душа человек, пришел когда-то к царю и говорит, давайте разрешим, легализуем. – Царь поверил ему, легализовали, и стало больше правонарушений, и стало больше вовлекаться девицы в эту работу. – И больше сифилиса, кстати, и больше венерических инфекций, вот вам легализация. – Игорь Владимирович, у нас снова какой-то неравнодушный телезритель дозвонился к нам, здравствуйте. – Здравствуйте. – Добрый день, меня зовут, вечер, простите, меня зовут Арсений, и я хотелось бы спросить у гостей в студии. Вы так смиренно отнеслись к тому, что проституция – это часть общества. Уважаемые дамы в красном, так вообще предлагаю считать их частью общества. Но если вспомнить, что такое общество? Общество – это группа людей, объединенных общностью языка и системой моральных ценностей. Так если проститутки прямо нарушают эту систему моральных ценностей, продавая свое тело направо и налево, можно ли их считать равноправной частью гражданского общества? – Вот какой вопрос. – Спасибо, Арсений, вам огромное. – По закону о защите прав потребителей только потребитель решает, он выбирает, он голосует. Так вот, потребители этих услуг, мужчины, всегда во все времена к проституткам относились, всегда резко отрицательно. – Игорь Владимирович, все-таки очень хочется дать слово Ирине. – Ну да. – Да, вопрос, к сожалению, задать вы не сможете, вы сможете только ответить. – Я могу только ответить? Что есть мораль в нашем обществе, когда мы едем в нашем шикарном городе и видим рекламу магазина Икея не на одну ночь? Вы говорите после этого о морали? – Ну там нарисована кровать, что с этого-то? Кровать с вами не на одну ночь? – Помните, несколько, два или три года назад у нас по всему городу висели плакаты «Сосу за копейки», когда их... – То есть вас оскорбляют именно за копейки, я так понимаю, да? – Главные морализаторы, главные морализаторы всегда проститутки. Вот если хотите найти главного морализатора, борца с проституцией и со всей грязью, это всегда проститутки. – Ирина, а если у вас возникают вопросы о морали, вы вроде взрослый человек, неужели вы до сих пор не можете себе дать определение понятия нравственности и морали? – Я могу себе дать, я могу дать его телезрителям, могу дать его вам. – Поделитесь. – Нравственно и морально – это когда это моё тело, это моя жизнь, и я сама отвечаю за то, что я делаю. Но при этом я не испытываю давления со стороны, когда меня кто-то учит в мои... Вот я взрослый человек, что мне делать и что мне не делать? Секс и секс-услуги. – Скажите, пожалуйста, у вас есть дети? – Есть. – Какого пола? – Вы хотите мне задать вопрос? – Да, я хочу, он сам напрашивается в этой ситуации. – Да, пожалуйста. У меня две взрослые дочки, да? – И как? Они пошли по вашим стопам? – По каким стопам? Я учитель русского языка, литература. – Хорошо. – По стопам тех, кого вы защищаете. – Вы подобную судьбу вот тех своих пациентов, которых, пациентов в кавычках, конечно, которых сейчас защищаете, могли бы вот предположить вашим дочкам? – Вы знаете, я честно отвечу, да, я бы не хотела такой судьбы моим дочерям, но я никогда не учила их, вот это надо делать, вот это не надо делать, вот это правильно, вот это неправильно. Это мои дети, и я их люблю. В любой ситуации я их люблю. Мне нравится, могут нравиться или не нравятся какие-то их поступки, да? – Вообще некорректный вопрос. – Но они имеют право на свою собственную жизнь, да? И то, как они будут решать эту свою собственную жизнь, будут отвечать за свою собственную жизнь. – Игорь Владимирович, а может быть как-то ребенка все это можно переубедить? – Защищу, она не оппонентка моя, хотя сказала, что на меня вылит, я уберусь. – Да, можете, я не буду на вас вылитывать. – Некорректный вопрос. Это точно так, как если спрашивать, друзья, спрашивать адвоката, который защищает уголовников, убийц, значит, а как вот вы, вот своих детей? Она же защитница, и должны же быть у этих дам защитники. – Игорь Владимирович, Ирина, давайте сейчас посмотрим промежуточные результаты голосования. Будет интересно обратить внимание. Посмотрите, можно на плазму нам дать? Полторы, поровну, полторы тысячи и полторы тысячи. Это просто одна из профессий, а другие говорят, нет, это не просто одна из профессий. Подразумевая, нечто большее здесь. Вот потому, что у нас равные сейчас пропорции. – Нет, нет, чуть-чуть побольше, нет, побольше. – Нет, уже ровно. – Уже ровно, да? – Вот как вы считаете, что у нас четко вот такая прямо линия посередине общества? Одни считают, что проститутки такие же обычные члены нашего общества, а другие говорят, нет, это изгой. – А я знаю, почему. – Почему? – Потому что половина общества проститутки, половина нет пока еще. – Половина клиенты, получается, да? – Половина клиентов, вот и все деление. Все наше общество глубоко больно, друзья мои. И это только маленькая часть, поверхностная часть. Мы все больны. – Я больным человеком? – Если хотите диагноз от доктора Князькина, то мы все больны. – Игорь Владимирович, продолжим позже чуть-чуть. Что такое проституция, профессия, общественный порог или что-то еще? Этот вопрос мы задали жителям Петербурга. Проституция никогда не пощаялась ни Библией, ни человечеством, и Бог это тоже не одобряет. – Божий грех, безобразие. – Я просто жалко этих людей. – Моральное падение, женщины и мужчины. – Это, мне кажется, психология особенно, которая ненормальная. – Я не считаю, что это профессия, потому что там все работают насильно, а не по собственному желанию. – Это не способ зарабатывания, можно другими любыми способами заработать на жизнь. – Это распущенность и безбожие. – Если это узаконенная вещь и под контролем государства, это в какой-то степени может иметь смысл. – На самом деле это болезнь, мне кажется, болезнь общества, с которой мы должны бороться. – Каждый может зарабатывать деньги так, как хочет. Ничего страшного в этом я не вижу. – Ну, если узаконить, можно ничего. – Ну, надо вообще женщине иметь семью, а не продавать свои тела. – По-моему, это призвание. – Это грех, а по Библии это блуд. – Это не подло, это не низко, это говорит о самооценке человека. – Дикий ужас. – А что делать девочкам, которые хотят как-то выжить в большом городе? Профессия? – Это опущение. – Это против нравственности, вот и все. – Не стоит торговать собой, где угодно там и так далее. Лучше пойти, я не знаю, в божде какой-нибудь устройстве. – Проституция становится не от хорошей жизни. – Это аморально и греховно. – Деньги зарабатывают, не от удовольствия, наверное, занимаются этим. – Это развращенное сердце. – Проституция – это нормально, тем более открываются такие места, джентльмен-клубы такие, так что это все становится, по-моему, легально. – Проституция – это нехорошо вообще. – Итак, Ирина, вот вы посмотрели мнение наших жителей, у вас возникли вопросы или вот что-то есть вам сказать на это? – Ответное слово, так сказать, да? И моя, наша собственная позиция, что секс работает – это только работа, что женщины, работающие в этой сфере, они такие же члены общества и также достойны защиты от жестокости, от дискриминации. – Они имеют право на достойный медицинский доступ к медицинскому обслуживанию. Вот это то, что я хотела бы донести, да? А разговоры нравственные, ненравственные, кто виноват, порог, грязь – это несколько другая вещь, это совершенно… это просто разговоры. – Подождите, вы учительница русского языка и литературы, и вот так вот обращаетесь с моралью и нравственностью? – А что такое? – Подождите, подождите, у вас есть ученики, да? – Я давно не преподаю, но тем не менее, да? – Давно не преподаете, но в свое время преподавали именно в этом ключе им, да? – Вы знаете, я преподавала русскую литературу. – То самую высокую? – Я не преподавала эту жизнь. – То есть я так понимаю, что главными героинями в ваших преподаваниях была Сонечка Мармеладова и ваша однофамилица? – Нет. – Нет. – Вы знаете, я преподавала русскую литературу и основы человеческой нравственности, да? – То, как это видели наши с вами предки. – Дай Бог, чтобы ваши слова сказаны в пользу, вернее, в защиту вот именно женщин, которые этим занимаются, да, эти сексусы. – Хорошо, если кто-то это услышит. – Толстой подставлял, конечно, одну щеку. – И дай Бог, чтобы у нас меньше стало вот именно инфицированных людей. Дай Бог, чтобы нашему обществу как-то вот именно помогло то дело, которым вы занимаетесь. Спасибо вам большое. – А я предлагаю посмотреть вам сюжет на тему дня. Томас Бернсон у нас… – Его подготовил. – Да. – Красный фонарь, символ продажи любви, горит на известных всем улицах, как ни в чём не бывало. Улицами красных фонарей в Петербурге давно стали Стараневский, Суворовский, Загородный проспекты, Большая Пушкарская улица. Работающие здесь индивидуалки берут за свои услуги по прайсам интим-салонов от полутора тысяч рублей. Уличная проституция особенно заметна в спальных районах. Как и на Стараневском, здесь с наступлением темноты на многих остановках общественного транспорта появляются стайки разновозрастных проституток. Тут цены бросовые, но в совокупности под красным фонарём массажных кабинетов, салонов, саун, апартаментов, торговцы женским телом ежегодно подсчитывают многомиллиардную прибыль. Этот бизнес подоходом уступает лишь торговле наркотиками и оружием. Власти периодически устраивают демонстративные дискуссии о путях борьбы, например, с открытой рекламой секс-услуг, а проституцию относят всего лишь к административному правонарушению. Высочайшая капитализация этой производственной сферы теневой экономики связана с быстротой оборота наличных денег, отсутствием отчётной документации и почти символическим формальным характером проверок. За невыполнение договорённости или некачественное предоставление услуг следуют немедленные санкции. Малый бизнес Петербурга может только завидовать и брать пример с организации проституции в смысле того, как спрос находит немедленное предложение. Что же касается моральной стороны, это всего лишь непроизводственные издержки. И уж совсем пустое дело сравнивать зарплаты бюджетников с гонорарами девочек по вызову. Мотивации везде почти одинаковы. Пять лет работаю в этой сфере. Подтолкнула опять-таки же та же моральная сторона. Потому что есть дети, которых нужно воспитывать, обучать. И на обычную зарплату это невозможно сделать. Как сказать, реальные деньги, которые сразу же получаются на руки. Экономика этого бизнеса доведена до своих совершенных форм. Деньги, товар, деньги. Услуга, оплата, налог в пользу владельца, средств производства. Амортизационные расходы на косметику, белье и солярий. Никакого ханжества. Просто отлаженная работорговля. Секс за деньги настолько доступен, что теперь это так же просто, как заказать еду по телефону. Вам в красках распишут возможности и параметры живого товара. И доставят его куда вы пожелаете. Обещая конфиденциальность и медицинскую безопасность. Впрочем, с последним как повезет. На сценке час у нас стоит 1800. Естественно, девочка получает половину. С этих денег. Ну, клиентов зависимо. Тут не угадаешь. Когда пять, когда шесть, когда восемь. По-разному. Индивидуалки, владельцы квартирных интимпритонов, без кокетства полагают, что на торговле телом состояние не сделаешь. Тут надо работать, не покладая ног. При этом поясняют без тени смущение, что несмотря на тяжести хлопоты бизнеса, это реальная возможность безбедного существования. Как самих секс-работниц, так и их крышующего рабовладельческого начальства. В том числе и в погонах. О нас существование знают прекрасно это все. Где находится, кто работает. Это же все контролируется у них. За это они деньги получают от нас. В часы законного отдыха от трудов праведных сутенеры и манки, а также их крышующие, могут позволить себе разговоры о общественной пользе этого бизнеса. О том, что заняты они в общественно полезной сфере. Снимают мужскую сексуальную напряженность. И продают женское внимание тем, кто не может его найти. Если человек не может в браке удовлетворить свои потребности, он приходит сюда. Лучше сюда прийти, чем, как сказать, большая часть идет изнасилование, особенно над малолетними. Потому что я считаю, что это нормально. По крайней мере, он придет сюда, он заплатит деньги, он прекрасно понимает, что его не оттолкнут, его не унизят, не оскорбляют. То есть он придет, получит свое удовольствие. Уйдет и счастливленный. Можно сколько угодно говорить о морали и ценностях в обществе, но пока торговать телом будет выгоднее, чем работать в любой другой сфере, всегда найдутся те, кто совершенно точно знает цены и своему телу, и своей чести. Сексуальные работники и работницы делают свой выбор в пользу рабовладения. И делают они его не под угрозой жизни, а под угрозой безденежья и невостребованности. А потребительское общество, которое все мы успешно строим, не делает пока никакого нравственного выбора. Общество потребителей пока просто покупает и продает. Труд, услуги, товары. Нередко и принципы, честь и совесть. Если все покупается, то все и продается. Таков закон потребительского общества. Проститутки ничем не хуже и не лучше. Просто они у самой черты. Где кончается капитализм и начинается рабовладение. Мы продолжаем говорить о сфере сексуальных услуг. Главный вопрос, который мы задаем сегодня, считаете ли вы, что проституция просто одна из профессий? Голосуйте номера телефоном на ваших экранах. Судя по голосованию, у нас практически равное количество ответов. И да, и нет. А вот ты обратил внимание, что наши интересы с каждым днем все больше меняются. Вот, например, не хочешь покупать газеты? Сиди дома и смотри сотню разных каналов. Лень бегать по магазинам? Заказывай в интернет-сети, нужно тебе товар. Не хочешь ухаживать за девушкой? Заплати деньги, а она сама за тобой будет ухаживать. Вот интересно, к чему мы в конце концов придем? Ну, некоторые мужчины оплачивают услуги женщин не только ради экономии времени. Таким способом они просто получают разнообразие в жизни, я думаю, и какие-то острые ощущения. Так, если есть подобное предложение и спрос, почему бы не легализовать проституцию и получать дополнительные налоги? Или все же эксплуатацию человеческого тела или природы, если хотите, сложно назвать профессией? Эти вопросы мы сегодня адресуем нашим гостям. Приветствуем у нас в студии депутат законодательного собрания Елена Бабич. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие телезрители, здравствуйте ведущие. Как бы вы ответили на вопрос нашего голосования? Это профессия или можно считать проституцию профессии? Или нисколько профессия? Знаете, два дня тому назад я со своим водителем ехала в машине. То есть на вопрос вы ответить не сможете? Послушайте, я ехала в машине, и мне дали вот такую книжечку, нам машину бросили, вот такую книжечку, называется «Виагра». Называется «Виагра». Хорошее такое глянцевое издание. Здесь очень много предлагается интимных услуг в этой книжечке. Я своего водителя спросила, вам нужна эта книжечка? Он говорит, нет, мне нужна, говорит, Елена Владимировна, можете себе взять. Я говорю, хорошо, я возьму ее как образец. Здесь просто вот все абсолютно. Доказательства профессии или нет? Адреса, номера телефонов, девушки, фотографии, звоните. Елена, книжечка без всякого сомнения прекрасная. Так вот о чем сегодня говорить? Есть у нас проституция или нет? Проституция безусловно есть. Вы лично как определяете проституцию? Есть профессия. Вы лично как определяете проституцию? Это профессия или все-таки это... Это профессия. Это профессия. Профессия от безысходности. А какая же у нас безысходность в стране? В профессии идут самостоятельно и инициативно. Ядерная зима. Человек, который не смог получить образование, он идет на те работы, которые не требуют высокой эрудиции, высокой подготовки. У нас есть телефонный звонок. Интересно будет послушать сейчас мнение нашего телезрителя. Человек, который приехал в нашу страну, не имеет прописки, не имеет ничего, и у которого еще могут и паспорт отобрать, да, безысходность занимается это. Здравствуйте. Мы продолжим обязательно. Здравствуйте. Добрый вечер. Немножко погромче, пожалуйста. Да, да, да. Переставьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр. Слушаем вас. Вот. Если хотите мое мнение знать, то я хочу сказать, что блуд – это один из местных грехов. И иначе к этому относиться нельзя. Это не профессия. Вот. И я хочу сказать, что, в общем-то, Игорь Владимирович, ваш центр простатологии – прямая пропаганда блуда. Вот зайти к вам в ваше помещение, там прямая пропаганда блуда. Это директор рекламной фирмы, которому я отказал в работе. Он плохо выполняет свои… Это фирма «Актив», директор рекламной фирмы, которому я отказал в работе. Он хотел за сумасшедший день. Поэтому, дорогой мой, я узнал ваш голос, товарищ Куприянов. Не надо ерунду говорить. Наш музей эротики при центре простатологии, наоборот, пропагандирует здоровый образ жизни. То есть здоровый секс. Новые отношения. Я узнал вас, меня не проведешь. Хорошо делать работу свою надо, друг мой. Качественно. Как и проституткам тоже. Замечательно. Если беретесь за что-то, делают это качественно. Понятно? У меня дело в том, что на радио «Балтика» по-прежнему отец Александр и Томас Бернсон находятся. У меня все-таки есть вопрос. Вот обратите внимание, уважаемые телезрители, что на католическом Западе уже как-то решили проблему легализации проституции. А православный Восток, православная Русь, она как-то по-прежнему сопротивляется. Так вот, хотелось бы задать вопрос. Почему вроде бы христианство и то, и другое, а тем не менее на Западе так католицизм лояльно относится к легализации проституции? То есть смотрят как-то сквозь пальцы. Да, этот вопрос мы задаем батюшке. Владимир Дан, мы хотели здесь отметить, что в странах Западной Европы... А, Томас, извини, ты слышал наш вопрос, который мы задаем? Да-да-да, мы внимательно следили за вашей дискуссией, за вашим вопросом. Адресом его отцу Александру. Да, безусловно, обе части Европы, и западная, и восточная, являются христианскими. Но я бы еще сюда добавил то, что Восточная Европа последние десятилетия находилась в советском плену, я бы так сказал, в котором были свои подходы, во многом очень чуждые христианству, и то наследие ханжества и лицемерия, которым мы сегодня тоже пожинаем плоды, оно тоже нам досталось, в том числе и от советского времени. Мы все ругали Запад в свое время, а за это время Западная Европа, католическая, как вы сказали, или протестантская, в этом плане продвинулись очень далеко вперед, в смысле социального устройства, социальные пользы государства. В том числе и решались и решаются такие проблемы, как проституция, на мой взгляд, более цивилизованно, чем в прошлом советском востоке Европы. То есть мы отстаем от этого Запада, который все время приводим в пример? Мне кажется, в этом плане отстаем. Коллеги? Слышно меня, отец Александр? Да-да. То есть, я так понимаю, судя по всему, вы за легализацию проституции в России? Вы знаете, так нельзя сказать, потому что легализация проституции или какая-то еще другая частная мера, это не более чем частная и поэтому смехотворная мера в борьбе с такими социальными проявлениями зла, как проституция, коррупция и прочие всякие другие болезни, которые поразили наше общество. Здесь нужны какие-то более комплексные и сложные подходы, а не просто затычки дыр, как то легализация проституции или там запрет коррупционеров или еще какие-то такие карикатурные меры. Поэтому здесь, мне кажется, это очень такой поверхностный вопрос. Отец Александр, мне показалось, что вы достаточно спокойно относитесь к проблеме проституции, это правда? К проблеме проституции, как я могу относиться спокойно, если я сказал, что она процветает на низменных человеческих похотях и стремлениях, поэтому ни о каком спокойствии не может идти речь. А как помочь этим женщинам? Как этим женщинам помочь? Это вопрос, как помочь вообще человеку, попавшему в беду, в том числе и пошедшему, оказавшемуся в зависимости от собственных слабостей внутренних, от собственных каких-то страстей. Вот как этому человеку помочь, как не тем, чтобы зажечь в его душе какой-то иной свет, чем тот псевдо-свет, псевдо-радость, которая ему... Но это духовная сторона, а может быть есть какая-то материальная, с материальной стороны, как можно помочь? Может какие-то меры предпринять? Может быть нужно взять, собрать всех этих бедных женщин, отвезти в монастырь, прочитать им молитву? Ни в коем случае. Это только будет очередной виток ханжества и фарисейства, которое и так хватает в нашей жизни. Просто нужно создавать социальные, здоровые условия существования людей в обществе. Вот и всё. Спасибо. Спасибо, Томас. Спасибо, отец Александр. У нас подошёл новый гость, Лев Щеглов, ректор института психологии и сексологии. Добрый вечер. Добрый вечер. Лев Моисеевич, у нас есть вопрос голосования. Как бы вы ответили на вопрос? Проституция – это профессия или это не профессия? Считайте вы это профессией. Проституция может быть профессией только с момента легализации. Так как это не легализовано, сегодня это категорически не профессия. Это псевдопрофессия. Это подпольный род занятий. Что-то наподобие с наркодельцами, вот наркобизнесом, вот из этой серии. Тем, потому что в наркобизнесе действует уголовная ответственность, а по отношению к проституткам, как вы знаете, максимально административный. Штраф. Совершенно верно. А в чем разница? Вроде бы и те, и другие втягивают все больше и больше людей. Я все-таки возьму на себя смелость сказать, что все-таки проститутки номер один. Люди, которые занимаются распространением ВИЧ-инфекции, может быть, венерических каких-то заболеваний. Это не я придумала, это я смотрела, это социологические исследования. И наркоторговцы делают примерно то же самое. То есть, если они употребляют сами, или не употребляют, но они расширяют свой круг. Круг этих зависимых людей. И проститутки делают то же самое. Безусловно. Ситуация с проституцией ужасающая. И она становится все более патологичной с годом, с каждым. Потому что подобный разговор проводился на круглом столе Комсомольской правды лет 10 назад, где я был участником. Представительство было на уровне замминистров, а ВОС и ныне там. Ведь, в принципе, ситуация предельно простая. По отношению к проституции есть три подхода. Подход первый. Давайте проституток сажать в тюрьму на 20 лет, а лучше всего прямо расстреливать тройки у забора. Это первый путь. Ужесточение и диких кар. Наверное, понятно, что это вообще не рассматривается, это невозможно. Путь второй. Второй. Легализовать. И дальше мы можем поговорить, какие из этого могут истекать. Может быть, как раз тогда проституция и исчезнет. И путь третий. Оставить все как есть. Если нас не устраивает все как есть, остается либо ужесточение кар страшных вешать на площадях, либо легализовать. Давайте выбирать. Игорь Владимирович, у нас есть телефонный звонок. Давайте, интересно будет послушать мнение телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Да. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Виктория. Виктория, слушаем. Значит, дела обстоят так. Все то, что сейчас говорится, это просто демагогия. На самом же деле, это настоящий бизнес. Причем бизнес на высоком уровне. Потому что все салоны и большую сеть салонов проституток, борделей, содержат чиновничьи детки. Высоких чинов МВД детки. Виктория, а откуда у вас такая информация? Оттуда. Откуда оттуда? Из самых этих мест. Оттуда. Да. Ну, давайте тогда к вопросу. К сожалению, никто из работающих там не скажет вам источники, откуда это известно. Хорошо, Виктория, может быть, у вас вопрос есть к нашим гостям. Я знаю, да. И знают очень многие, кто работает в таких местах. У вас есть вопросы? Вопросы? Да, да, к нашим гостям. А вопросы вот к депутатам. Да. Начинать нужно не снизу, а сверху. Нужно прикрыть этот бизнес. Спасибо, спасибо за вопрос. Вот тогда получается, посмотрите, вот сейчас секундочку. Смотрите, как получается. Почему этот вопрос все время возникает у нас на плаву? У нас получается так, сами ли проститутки будируют общество? Сами ли проститутки вот как-то так вот поднимают вопрос легализации? Может быть, это просто сверху как раз и исходит? Может быть, как раз идет от властей, потому что это огромные действительно деньги. Огромные налоги. А это проходит мимо. Елена Владимировна, это действительно бизнес? Да, конечно, бизнес. Ну, вот я вам показала журналист. Это бизнес. А, так получается так, что государство, получается, вот заинтересовано больше всего сейчас в легализации? Сами проститутки этот вопрос не будируют. Это забитые существа, которые всего боятся. И они даже на эту тему говорить с вами никогда не станут. Вот, чтобы их вызвать на откровенный разговор, это очень потрудиться нужно на эту тему. Вот Лев Моисеевич абсолютно правильно сказал, что уже 10 лет мы говорим на эту тему. А почему законодатели закрывают глаза на это? А почему законодатели закрывают глаза на это? А я знаю почему. Елена Владимировна, а вы можете принести этот буклет в ЗАГС, показать его и сказать депутатам, надо что-то делать? И чем заканчивалось это? Заканчивалось довольно-таки несерьезно, потому что это считается тема табуированная. На эту тему считается неприлично говорить. Если бы она была табуированная, вот таких бы буклетов бы не выпускалось бы. Я говорю, что в приличном обществе на эту тему считается говорить неприлично. И если депутат начинает говорить на эту тему, это сразу начинает вызывать смешки. Наверное, ты сам к этому причастен. А смешки те огромные суммы денег не вызывают. Наверное, наверное. Тебя как-то это волнует. Я пыталась говорить одна из первых на эту тему. По-моему, это оправдание. Елена Владимировна, по-моему, это просто оправдание. Игорь Владимирович. Чистой воды, абсолютно. В окружении началось. Наверное, Бабич поддерживает проституток. О, вот здесь есть очень важный момент, который я бы хотел, чтобы телезрители как-то усвоили. У нас зачастую происходит аберрация понятий, подмена. Если мы говорим, надо легализовать, многие почему-то слышат, что это значит мы за проституцию. Мы не за. Проституция ужасная, разъедающая и тело, и душу вещь. Но, чтобы с этим явлением логично и цивилизованно бороться, это явление должно выведено быть из подвалов, из мусоросборников, из тьмы на свет. Все. Зло нужно. И это неправильно, тоже неправильно. Главная борьба. Секундочку, для того, чтобы легализовать, нужно сделать приз-курант. Должна быть комиссия, которая все эти услуги... Это второй уже этап. Как вы себе это представляете? Ходит комиссия и определяет, сколько стоит такой секс, такой секс и такой секс. Послушайте, это было решено в полицейских участках дореволюционных. Неужели мы деградировали и можем только понимать приз-курант подпольный, под прикрытием бандитов и недобросовестных чиновников? Да, это все обсуждается. И санитарные вопросы, гигиены, и чиновные, и прескурантные, и защиты этих забитых существ, с которыми зачастую могут сделать каждый все, что хочет. Вот до того, что убийцы. Ну, забитыми существами я бы их не назвал бы, этих алёных, этих самок. Есть телефонный звонок, Елена Владимировна. Давайте послушаем телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Ну, меня зовут Игорь. У меня есть такие, ну, два аспекта к вашим пустым рассуждениям. Вы задумайтесь о следующем. Женщина продает свой природный ресурс, тело. Это одна сторона. Вторая сторона. У нас есть общество, государство, страна. Что продаем мы? Природные ресурсы. Нефть, газ, лес, детей. Вот как рассматривать вопрос о проституции, когда у нас государство, в общем, является ничем не лучшим продуктом? Уважаемый, если это пустые рассуждения, почему же вы нам звоните тогда? Значит, они не настолько пустые, значит, они вас волнуют? Самое главное, выпадает одно понятие. Мораль и нравственность. Выпадают из этого разговора. Вы понимаете, Игорь Владимирович, звонит уже второй человек и говорит, что это одно и то же. Нефть качать и продавать свое тело, это одно и то же, оказывается. Лев Моисеевич пришел и внес струю. Что делать, да? А я вот сказал, что три пункта, которые сказал Лев Моисеевич, их мало. Мы забываем. Вот Елена Вадимовна, уважаемая, вот она говорит, что все присутки вовлекаются, значит, от безысходности. Это вы, дорогая моя, и все ваши члены партии, кроме одного, попали в ЛДПР от безысходности. А присутки сейчас, нынче, большинство, идут туда сами. Ну, просто оторваны от жизни. И вот, самое главное, Лев Моисеевич, я вам подарю книжку, читайте. Все это, что вы говорите, было в прошлом, дайте мне сказать. Главное, я сегодня говорил вам, три причины, секундочку, три причины, дело не в пиаре. Итак, депутаты боятся сказать самому главному, что есть главные моменты, что вовлекает девочек. Я говорил сегодня, платное образование, оно должно быть исключительно бесплатным. Почему вы этим не занимаетесь? Легализация проституции, это не проблема. Бесплатное образование, бесплатное общежитие. Именно фракция ЛДПР добилась бесплатного образования до окончания школы. Не знаю, оно платное все. Если бы не наша фракция, то дети... Не надо, в высших обращениях, в высших учебных заведениях, мы сегодня говорим о профессии. Профессиональная ориентация, профессиональной ориентации в стране нет как класс, просто не существует. Вот о чем нужно говорить. Они о легализации проституции. Читайте книги, Натя, читайте книги. На лифу не российские девушки, а те, которые сюда приезжают из стран ближнего зарубежья, в массе с вами. Вы давно не ходили, не надо. Из Кингисепа, из Ужгорода и так далее. Я все-таки ведущая, да, и я могу задать вопрос. Кстати, не у меня. Не у меня эта книжка, а у Елены Вадимовны Бабича была, кстати. Игорь Владимирович, может, позвольте мне задать вопрос, да? Елена Владимировна, вы второй раз приходите к нам на программу. Второй раз приходите, да? Секундочку. Изменилось что-то с тех пор, когда вы были у нас первый раз на программе по легализации проституции. Что-то изменилось или ничего не произошло? Мы все жарко, мы действительно можем очень жарко разводить дискуссию, да, мы телевизионщики, мы это умеем. Но все-таки ради чего мы делаем? Ради того, чтобы болезней, заболеваний в нашем обществе стало меньше. Так вот, у меня законный вопрос. Что-то изменилось или не изменилось? Мы делаем с вами для того, чтобы как раз-таки эту проблему вывести из тени. Потому что вот мы правильно с доктором Щегловым говорим, что на эту тему говорить не принято. Об этом стесняются говорить. И если мы с вами будем выявлять... Но вы же не стесняетесь. Я не стесняюсь, я ничего не стесняюсь. Это то, что дает пользу нашему обществу. И если мы с вами будем говорить, привлекать внимание, обсуждать эту тему, то действительно мы в умах посеем то, что должно быть. Что это действительно проблема, с которой нужно что-то делать. Что в таком состоянии, в котором мы находимся сейчас, так дальше продолжаться не может. Воспитывать людей должны быть. Вот такое мнение о участии нашего общества. Если реализовать, то можно любой девочке помочь. Идея понятна, Елена Владимировна. Понятная идея. И беседу, и психологическую помощь указать. Елена Владимировна, идея понятна. И, извините, должно быть как можно больше телефонов доверия. И эти телефоны все должны иметь большую пропаганду, рекламу. Чтобы человек, оказавшись в трудном положении, мог позвонить и сказать о своих проблемах. Хорошо, я не хочу просто, чтобы вы помочь. Лев Моисеевич, помогут такие телефоны доверивать о проблеме? В частности, да. На самом деле нужна политическая воля, еще раз говорю, чтобы определиться. Первое, заявить. Ребята, отстаньте от нас, пусть все как есть. Пусть девчонки бегают в бане, стоят вдоль трассы и так далее. Второй вариант. Будем завтра расстреливать проституток. Третий вариант. Будем легализовать и заниматься исследованием проблемы. Что это значит? Я совсем не считаю, что легализация, это значит, завтра объявили, и какой-то прескурант, это бред. Это должна быть комиссионная системная работа, как сделать это с минимальными потерями. Это раз. И второе. Вот вы говорили мораль и нравственность. Проституция была всегда. Но в некоторые моменты она достигала чудовищных размеров. И эти моменты отнюдь не связаны с платным образованием, бесплатным. Это вообще просто смешно. В средние века было платное образование. Люди просто из помоек ели, и однако кто-то шел и мыл полы для того, чтобы быть сытым. А кто-то шел в проститутки. Это было всегда. Надо изучать историю, а не какие-то красивые витринные мысли. Значит, суть в том, что у нас общество сегодня испытывает нравственный и моральный дефицит. Потому что телеэкраны заняты кривлянием, потому что все заняты поверхностной какой-то лабудой, и потому что интеллектуальные люди, они как где-то в стороне, там где-то занимаются непонятно чем. Это все должно быть на фоне исследования морально-нравственного климата и тех реальных пагубных факторов, кроме экономического. Он и так понятен. К сожалению, гонят толпы наших дочерей, судя по моему возрасту, я имею право это говорить, возможно в эти ряды. Это должна быть системная работа. А вы хотите сказать, что легализация придет к тому, что они перестанут туда идти? Так они еще больше будут увлекаться. Те, кто туда пошел, будут защищен, а те, кто пользуется ими услугами, будут защищены. У нас на связи радио Балтика. Томас, представьте, пожалуйста, своего гостя. Вера, мы тоже не стесняюсь обсуждаем эту тему. Замечательно. Это радио Балтика Еричев Александр. Он ассистент кафедры психотерапии и медицинской академии постдипломного образования. И у нашего гостя возникли вопросы к Игорю Владимировичу Князькину. Он не согласен с тем, в тех причинах, которые подталкивают девушек заниматься проституцией. Александр. Добрый вечер, уважаемые. Дело в том, что, конечно же, нельзя выдвигать социоэкономические причины просто как основной двигатель проституции. Причин, конечно же, много, и они сложны. Можно сказать, что есть отдельная группа женщин, которые занимаются проституцией, потому что они зависимы, допустим, от наркотиков. И от этого нельзя уходить. Это очень серьезная проблема, и она, конечно же, приводит и к повышению заболеваемости вообще в населении, особенно очень опасными инфекциями. Конечно же, очень важна роль масс-медиа, скажем так, в пропаганде определенного уровня жизни, определенных ценностей, определенных достижений. И тогда мы можем говорить уже о тех женщинах, которые пришли в проституцию, скажем так, заниматься проституцией вполне осознанно для того, чтобы повысить материальный достаток, для того, чтобы лучше компенсироваться. Эти причины известны. Есть еще и психологические особенности. К ним относятся такие, как импульсивность, повышенная агрессивность, невозможность длительно сосредотачивать усилия до получения определенного результата. Также сложности в регуляции своих эмоций, сложности контроля над своими эмоциями. Такие женщины, кстати, чаще и начинают употреблять алкоголь, наркотики, склонны к авантюрному поведению, в том числе и к незащищенному сексу в данном случае. В этом случае, возможно ли адаптация женщин вернуться обратно в нормальную жизнь? Если она этого захочет, конечно же, это возможно. Но, знаете, когда я готовился к передаче, я полистал статистику и обнаружил такую цифру. 95% возвращаются обратно в проституцию. То, чем они занимались. Дело в том, что, смотря какой мотив они имеют в виду, если они хотят уйти от этого, то они могут найти помощь. И уже задача, конечно, государства эту помощь предоставить. Владимир, Вера. Спасибо, Атолас. Да, Томас, спасибо. Как вам, Игорь Владимирович? Я глубоко убежден, что вот то, что нам предлагает Лев Моисеевич с Леной Владимировной, только легализовать проституцию, только увеличить количество притонов, вовлекаемость женщин, и более того, там, где проституции, всегда были и будут водка и наркотики. То есть этих девочек, даже под присмотром этих милиционеров, Лев Моисеевич, все равно будут вовлекать алкоголизм. А все-таки они могут вернуться, вернее, не вернуться, а создать, потому что вернуться, возвращаться их по большому счету некуда. Могут они создать семью и рожать детей. Итак, путь. Оставить все как есть. Конечно, нет, секундочку. Мы видим покровители притонов, заплачивают доктору Князькину, чтобы он так сформировал то, что есть. Не надо так говорить. Я к тому, что путь должен быть комплексным, плановым. Во-первых, я сегодня говорил о китах, на которых основывается проституция. Конкретно, вот кратко, какой путь? Правильно, короче. Борьба с невежеством. Это все, по-моему. Секундочку. Общие слова. Это не общие слова. Алфонит 33 буквы. Не надо. Таблица умножения. Не иронизируйте, Лев Моисеевич. Вы сами создавали когда-то программу в школе. Хорошо. Игорь Моисеевич, как вы сейчас? Девочек вовлекает. Игорь Владимирович, давайте мы вам дадим сейчас немножечко времени подумать. Программа воспитания полового нужна на комплексное. А у меня вопрос будет к Леву Моисеевичу. Лев Моисеевич, вот у определенной части российских граждан есть такое мнение, что если ты хочешь что-нибудь развалить, допусти туда государство. Вот давайте легализуем, и мы этим... Минуточку, минуточку. Легализуем, допустим, государство в проституцию и развалим это все. Отнюдь, если вы помните, я сказал, что подход должен быть системный и комплексный. И более того, я скажу, я Елену Байбовичу очень уважаю, но если это отдать в руки только депутатам, это будет совершенно неправильно. Так же, как только чиновникам, только врачам, только психологам, только милиционерам. Это должна быть системная комплексная работа с опорой на специалистов. Понимаете? Ну, как бы... А кто может быть специалистом в этом случае? Вы все-таки проблему зрения с окулистом, наверное, решаете. Ну, вот банальная вещь. Специалисты в этом, культурологи, представители конфессий церковных, люди, занимающиеся моралью и нравственностью, скажем, занимающиеся профессиональной этикой и философией. Только серьезные люди. И сексологи. Это что, программа, Лев Моисеевич? Вы ругали только что меня. А это что, программа? Нужна программа профориентации, чтобы отвлечь девочек от этого занятия, этой работы. А, кстати, почему вы только о девочках говорите? На сегодняшний день очень серьезная мужская проститутка стоит на повестке. Да, конечно, только от женщины может было это ускочить. Если мужская проституция, это очень маленький процент. Игорь Владимирович, Елена Владимировна, Лев Моисеевич, у нас цейкнот уже. У нас заканчивается уже передача. Буквально каждый по 30 секунд. Что вот сейчас необходимо было бы сделать? Может ли общество вернуться к своему нормальному положению? Какие меры нужно предпринять сейчас жесткие? По пунктам. Раз, два, три. Без дискуссий, мало времени. Нельзя исчезнуть. Да, пожалуйста, Лев Моисеевич. А чтобы уменьшить. 20 секунд, да? Значит, фон исследования проблем нравственности, которые ужасающие сейчас в нашем обществе. И на этом фоне растут такие грибы, как криминал, наркотики, проституция. Конкретно по самому явлению. Надо признать, что оно есть. Оно признано давно. Ведь кем, где, как? Оно признано следующим образом. Когда мэр Лужков изгоняет проституток из центра, выдавливая их во дворы. Вот и все. И все стало хорошо. В центре Москвы стало легко. Они все просто кучкаются на параллельных улицах. Если это решение, это все. Надо признать, надо комплексно, с привлечением специалистов, исследовать эту вещь. Но вытащив его, этого явления, на свет. Хорошо, я поняла. Елена Владимировна. Я абсолютно согласна с Ромом Боисеевичем, что нужно эту проблему осветить лучом, понять масштабы этого явления. И понять самое главное, что когда мы скажем действительно, что у нас проституция в стране есть, раз издаются вот такие журналы, идет пропаганда. И понять нужно, что если мы действительно это признаем, то мы спасем наше общество от очень многих проблем. А когда депутаты перестанут хихикать, когда будут обсуждать эту тему? Когда избавиться от ханжества. И поймут, и поймут, что действительно нужно проявить, вот вы правильно говорите, волю, сказать себе, да, что это явление есть, и с ним нужно. Все-таки, наверное, народных избранников надо выбирать серьезное. Игорь Владимирович, 20 секунд. И, прежде всего, нужно помогать девочкам, которых вовлекают в это, вставать на нормальный путь. В итоге получается, что Елена Владимировна предлагает депутатам от ханжества лечить, Лев Моисеевич легализовать проституцию и раздать деньги специалистам. А я вот что скажу. В отличие от Льва Моисеевича и Елены Владимировны, я занимался серьезно изучением этой проблемы. И хочу сказать, что самое последнее. Я не знаю, что нужно делать. Вот начинается с самоте, очень неприятно. В отличие от других специалистов, я занимался серьезно. Хорошо, дай мне. Хорошо, ну что же, у нас есть уже окончательные итоги голосования наших телезрителей. Давайте посмотрим. На плазму, пожалуйста, дайте. Ну поровну. Ну поровну. Ровно у нас половина. Спасибо нашим гостям. У нас были в студии Елена Бабич, депутат законодательного собрания сексолог Лев Щеглов. Игорь Владимирович Князькин. Доктор Князькин. Да, вот программа «Мост. Свобода» выходит по понедельникам, средам и пятницам. Я напоминаю, посмотреть нашу программу и оставить свои предложения. И пожелания вы можете на сайте tv100.ru. Всего доброго. Всего доброго. До встречи.